Народно-трудовой союз российских солидаристов, НТС, с момента своего основания стремился установить контакты на территории Советского Союза со своими единомышленниками, с противниками тоталитарного коммунистического движения, стремился подорвать коммунистический режим изнутри. С этой целью с 30-х годов, начиная члены НТС, переходили в советскую границу, и начиная с 60-го года НТС начал засылать в Советский Союз своих представителей – Орлов и Орлиц. Это были в подавляющем большинстве студенты, люди совершенно не засвеченные КГБ, неизвестные им люди, приезжали они в качестве туристов. Студенты были в основном из скандинавских стран, то есть Швеция, Норвегия, Дания, много было бельгийцев, французов, итальянцев, были студенты из Западной Германии, из Соединенных Штатов. Студенты из Третьего мира в этом не участвовали, им НТС не доверял, потому что среди них было много леваков. За всё время действия этой программы по засылке Орлов было совершено более тысячи поездок, провалы были единичными. То есть дело шло успешно, потому что Орлов к поездкам готовили, эти люди не имели при себе никаких записей, они литературу провозили в основном на себе, в нашитых изнутри одежды карманах. Это были добровольцы, их не использовали в тёмную, они знали о том, что им грозит в случае ареста, они сознательно шли на этот риск. Среди них были и потомки русских эмигрантов, но в основном люди, которые к России практически отношения не имели, и русского языка не знали. Но сама задача помощи движению, демократическому движению, антиталитарному, антикоммунистическому, их вдохновляла, и они соглашались на вот эти рискованные поездки. Это были люди из организаций правого толка, либерального толка принимало участие, например. Такая организация, как итальянская правая организация «Молодёжная Европа-Чивильта». В середине 60-х годов были созданы организации в поддержке СМОГа. Это самое молодое общество гениев, известное в Москве в 65-м году, но это отдельная история. Группа московских поэтов, на них начались гонения, и возникли комитеты в Швеции, Норвегии и Дании, которые солидаризировались с этими поэтами и их поддерживали. Возник фламандский комитет солидарности с народами Восточной Европы, поддерживала английская молодёжная организация «Вильёзная Чёрч» эти акции. было решено с 68-го года проводить открытые акции на территории Советского Союза с тем, чтобы привлечь внимание к политическим репрессиям в СССР и советских граждан, и зарубежных, зарубежное общество тоже. И это оказалось компанией довольно успешной. В 68-м году в Москве был целый ряд акций. Студенты приковывали, ну это известная история, приковывали себя вглыми наручниками, разбрасывали листовки с портретами Григоренко, Даниэля Синяцкого и других резидентов. Эти листовки разбрасывались в публичных местах, в метро в частности, в крупных универмагах. Люди расхватывали, что-то удавалось перехватить КГБ, что-то растаскивалось по карманам. Самый, наверное, известный случай распространения такого открытого распространения листовок – это случай, произошедший в 76-м году. На набережной Невы около университета листовки раздавал бельгиец Антон Пеппе. Вот здесь в книжке «На службе России» есть его портрет. Акции, открытые акции 76-го, 77-го года имели особый смысл. Смысл его заключался в том, чтобы привлечь внимание к тем людям, которых арестовывали за контакты с диссидентами, то есть за арестованных орлов вступиться. Потому что первоначально, несколько радия, в 60-е годы некоторые орлы были приговорены Советским судом по 70-й статье к лагерю. И удалось действительно мобилизовать немалую часть западной общественности в поддержку и диссидентского движения в Советском Союзе, и в поддержку тех людей, которых преследовали за право в Советском Союзе, нелегальной для Советского Союза литературы. Это было очень важно. Люди, которые ехали в СССР, понимали, что поддержка им будет оказана в любом случае. Ну вот Пеппе отсидел полгода все-таки. Ему дали срок 5 лет, ему дали его, судили, полгода отсидел, через полгода его отпустили. Потому что давление действительно было велико, а лишние скандалы советской власти были не нужны. Тем более это были годы разрядки. Ну зачем лишний раз портить отношения из-за какого-то Пеппы?